привет всем хочу привет всем получил очередную посылку с китая на почте ну сейчас будем распаковать смотреть что нам пришло вообще должен был прийти телефон верту немножко другая модель не такая как в предыдущем обзоре но сейчас посмотрим что нам пришло возможно это пришел тот же заказан телефон верту который заказывали так вот такая вот посылка вот так вот упакована в принципе на себе я думаю нормально мы посмотрим как он упаковал продавец упаковал в средине какая упаковка сейчас будем аккуратно открывать и посмотрим что же тут что же тут нам пришло принципе предыдущий телефон тот что пришел верту нормальный качественный оказался нареканий никаких нет замечаний нет работает ну посмотрим что с ним будет дальше пишите под видео свои комментарии чтобы вам еще хотелось увидеть какие обзоры какие товары будем по возможности записывать делать заказывать и снимать обзоры для вас чтобы вы знали стоит ли покупать тот или другой товар гаджет в принципе тут средине он сюда набросал ну вот так вот упаковано посмотрите тут есть пленка а нет это пупырышки прикольно конечно так ну в принципе нам пупырышки не важны нам важно что в середине 市emetery 320 что сказать продавец отнесся можно сказать ответственно упаковал хорошо хотя на первый взгляд снаружи посылка оказалась не очень хорошая хорошо упакованный, ну, в середине хорошо упакован. Тут, в принципе, телефон в упаковке, ну, вот такая вот упаковка, ну, хорошая, можно сказать, упаковка почти не погрежденная, вот такая вот, Virtu Quick Start Guide, здесь написано Open, открываем. А, вот так, понятно, вот так вот получается. Заказывали телефон чёрный, но продавец отписался, о наличии чёрного-чёрного нету цвета. Прислал белый цвет. Телефон упакован в отдельный пакетик. Ну, я вам скажу, телефон такой массивный, тяжёлый, ух-ты, и довольно-таки симпатичный. Вот такой вот телефончик. Логотип Ferrari. Получается, это тоже Virtu Ferrari, только немножко другой модификации. Защитная плёнка на нём. Кнопки такие, можно сказать, удобные. Ну, да, приятные. Так, сзади камера. Спереди камеры нету. Сзади камера, плюс логотип фирменный, Virtu Ferrari. Ну, немножко что-то такое похожее на кожу. Ну, кожзаменитель, конечно. Возможно, самый дешёвый, но ничего страшного. Хороший такой, приятный металлический корпус. Так, вот уже вижу, довольно-таки замечания есть по этой модельке. Вот нету, с этой стороны нет заглушки. Сюда будет попадать пыль. Ну, и всё остальное то, что есть в кармане. Это не очень хорошо. Так, ладно. Телефон есть. Телефон есть. Так, а что ещё тут в коробке? Так. Тут зарядное устройство под мини-USB. Ну, стандартное, получается, с переходником на СНГ. И идёт, получается, чехол в подарок, Virtu. Вот такой вот надписью Virtu. Вот такой вот получается телефон. Вот сюда. Ну, в принципе, тоже, опять же-таки, замечания есть. Можно было сделать в чехле, вот в этом, чтобы просто пальцами не брать его. Можно было сделать тут такой язычок, чтобы можно было вытаскивать телефон. Так, и тут ещё в коробке мануал. Инструкция. Инструкция. Ну, инструкция... Сейчас посмотрим, какая. Так, инструкция у нас... Ага. На английском, на китайском. Русской нету. Угу. Русской нету. Вот такая вот инструкция. Не понятно, что тут написано, что туда... Что тут такое... А, ну, в принципе, по-английски можно понять, что здесь и к чему. Так. Ну, в принципе, давайте смотреть дальше, что тут телефон. Так. О, открыли телефон. Ага. Тут получается телефон на две сим-карты. Вот. Вот вторая сим-карта, вот первая. И... Карта памяти. Вот. Карта памяти, вторая сим-карта и первая сим-карта. Как видите, батарейка заклеена, чтобы не было контакта. Так. Сейчас мы ее расклеим. Ну, довольно-таки интересно сделали. Так. Тут два имейя получатся на каждую сим-карту. Что-то тут написали. GSM. Ну, не очень такие качественные. По сборке телефон. Пломбу поставили. Вот. Ладно. Посмотрим. Сейчас включим. Посмотрим. Так. Пленочка эта аккуратно снимается. Это можно, в принципе, вот так вот. Так. Есть. Поставили батарейку. Включаем. Сейчас будем включать его. Так. Поставили батарейку. Так. Как видите, логотип Ferrari. фирменная загрузка. Так. Число, месяц, год установки. Ладно. Это пропустим. Время пропустим. Логотип Ferrari. Батарейка, как видите, заряжена на 50%. Часы. Такая заставка вот есть. Как видите. Ну, в принципе, подсветка довольно-таки неплохая. Так. Посмотрим, что тут еще. Разблокировать. Ок. Так. Меню. Журнал вызову. Что тут еще? Почему? Очень быстро. Так. Контакты. Сообщения. Настройки. Настройки. Мультимедиа. Инструменты. Так. Ага. Так. Давайте инструмент посмотрим. Ух ты. В инструментах. Тетрис. Интернет. Вписок файлов. БТ-фон. Электронная книга. Сигнал. Календарь. Калькулятор. Ок. Ух ты. Калькулятор. А сигнал что-то такое. Ок. Сигнал один раз. А. Будильник. Сигнал это будильник. Так. Давайте посмотрим. Вконтакты. А. Контакты есть? Нет никого. Так. Сообщения. Настройки. Настройки. Мультимедиа. Что есть? Мультимедиа. Есть фотоаппарат. DV. Это я так понимаю видео. Изображение. Аудио. FM радио. Видео. И диктофон. Видео есть. Китаец. А. Ничего не писал. Угу. Так. Диктофон. FM радио. Включите наушники. Кстати. Наушники. Не идут в комплекте. С этим телефоном. Так что. Надо будет искать. Аудио. Тоже никто ничего не писал. Изображение. Изображение. Только вот. Логотип Ferrari. Вот этот. Так. DV. Что такое DV? А. Видео записывать. Включать. Записывать видео. В реально. В реально. 240 на 320. Разрешение. Вот такое вот качество. Так. Фотоаппарат. Тоже фотоаппарат. Но фотоаппарат. Тут уже идет. 480 на 640. Ну. В принципе. Для такого телефона. Я думаю хватит. Так. Что еще есть. Инструменты. Журнал. Забыл. Сообщение. Ну. В принципе. Все. Вот такой вот телефон. Это что такое. Ага. Список контактов. Ну. Вот такой. Телефон. Друзья. Вот тут. Батарейка. Заряд батареи. Тут. Вот. Показано. Что. Нету. Флешки. И. Сим карта. Ну. В принципе. Вот. Вот. Такой сегодня. Обзор. Вот. Такая вот посылка пришла. Всем. Спасибо за внимание. Если что интересно. Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Будем отвечать. Всем пока. Спасибо.